добрый день сегодня ролик не о трейдинге потому что он записан выходной день у нас было очень жарко есть недалеко от нас ну как недалеко километров семьдесят очень живописная трасса дорога ну там минут 40 приезжаешь на водоем водичка градусов 26 28 можно неплохо поплавать и понаблюдать как люди занимаются водными видами спорта в чехии хорошую погоду и там рядышком есть городишко городишко жатец да и он сам себя назвал так что это место место где пиво дома стало нам интересно 12 лет живем в чехии естественно в такой городок ни разу как жатец не заезжали потому что таких городков рассыпано десятками не рассыпаны и сколько ты в чехии не живи ты даже в чехии все не объедешь но и как бы очень интересные моменты связаны с чем но вот городишко допустим 20 тысяч населения в нем абсолютно нет туристов но в нем не только нет туристов в нем и вообще совершенно собственно нет и жителей то есть мы там были где-то с пол седьмого вечера до восьми заехали перекусили погулялись и посмотрели красоты и очень интересное все это впечатление когда ты ходишь и ты ходишь совершенно один естественно выходили только в центре центр там небольшой на собственно вы видите как он выглядит сейчас на картинке в центре города вы увидите я сначала всю жизнь думал что виноградники так растут оказывается видимо это хмель судя по картинкам на бочках и похоже на листочки что-то хмель так оказывается растет а в чехии ну хотя я как бы не зарекаюсь но увидите в центр города у них из хмеля есть памятник собственно самому хмелю как он произрастает как они его собирают они естественно варят свое пиво местное ну и всех снабжают так сказать высококачественным видимо очень хорошим хмелем очень хорошим хмелем то есть ты заезжаешь городишко естественно бросаешь машину где угодно потому что везде свободные места просто и спокойно начинаешь гулять с семьей подыскивая местечко где попробовать собственно возможно кто не за рулем этого собственно и пиво и там детям грубо говоря мороженое особенно если только что ты провел так сказать свое время на водоеме ну и вот смотришь как как 20 тысяч люди живут гуляешь в полном одиночестве в полном одиночестве вообще встретишь случайно одного румына там двух украинцев но это вообще если этого два часа там находишься все остальное время ты не встречаешь абсолютно никого то есть видимо ты вот судя по мощению мне мощение понравилось всего вообще но либо так хорошо отреставрировано либо так сохранить то есть абсолютно нет асфальта вообще в городе в принципе часто встречается но некоторых до города хотя бы дороги из асфальта здесь асфальта практически нет то есть асфальта нет людей нет туристов нет местных местных жителей нет ну ты гуляешь можешь в этот момент подумать пораскинуть мозгами собственно о чем угодно как же люди живут и как выглядит в других странах такие городишки допустим в австрии такой город был весь сверху сверкал и был бы так начищенный сапог вечером просто отключались везде по светке и он бы светился и каждый домик бы подсвечивался то есть сделали бы с него какую-то маленькую сказку здесь конечно этого нет и ты понимаешь что от праги 40 минут езды и никому нет абсолютно никакого дела до старинных город городков их конечно и не разрушают но и жить в них никто собственно не хочет очень много домов видно что пустые очень много красивых старинных зданий которые нуждаются в принципе в реставрации но видимо это никто этим не будет заниматься и желание у жителей у многих как можно быстрее видимо из этого городишка сбежать бежать кроме праги в принципе вообще в чехии то и некуда если все из крупных городов типа броно бегут островы городов поменьше типа карла хмары возможно тоже все бегут то понятно что бегут собственно на люди из таких вот маленьких городишков я теперь постараюсь если где-то буду приезжать какие-то городишки маленькие заезжать пока коронавирус и смотреть смотреть что же там происходит ну что приколола приколол за дом такой стоит вообще но не то что прям разрушены но видно что там либо бомж его захватил поселился либо мигрант убежавший а из него камера и так отводишь стоят подземные такие современные подземные хранилища для мусора для сортировочного но и можно также на стыках домов посмотреть как выглядели камни кирпичи из которых все эти дома собирались то сейчас у нас начинается очень очень долгое до конца ролика водная тема кому не интересно посмотреть под музыку водную тему тот в принципе может этот ролик и не досматривать всего доброго спасибо за внимание а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok